Дедлайн в действии. Проект госбюджета 2018 внесут в парламент вовремя. В пятницу документ рассмотрит и утвердит Кабмин, после чего будущую смету страны отправят в Раду. Об этом на заседании правительства заявил премьер Владимир Гройсман. О деталях проекта он не рассказал, но известно, что планируют выделить немалые средства для поддержки фермеров. О какой сумме идет речь, узнаем от Анны Каменевой. Объединиться вокруг пенсионной реформы и наскрести хотя бы 226 голосов. Призывает парламент премьер-министр. И надеется, что на следующей пленарной неделе нардепы все же нажмут кнопки «За». Ведь до октября, когда 9 миллионам украинцам должны пересчитать пенсии, у Рады осталось всего 4 заседания. Поэтому Гройсман в очередной раз призывает к единству. Я вижу наших политиков, псевдополитиканов, которые десятилетиями уже как нафталин, находятся в украинской политике. И когда их слышишь, их риторику, можно с разумом просто с ней зайти, если слушать все свои массовые информации, в которых вещают наши политики. Сегодня нужно объединяться. Примером единства, по словам Гройсмана, было голосование в парламенте за образовательную реформу, которая, кстати, уже наделала шума на международной арене. В Венгрии, Румыния и Молдова уже раскритиковали закон, заявив, что он якобы ущемляет права нацмельшинств. Польша тоже потребовала объяснений. Послам этих и других стран детально расскажут о нововведении в пятницу, заявили в МИДе. От обсуждений министры перешли к делу и утвердили концепцию программы по поддержке фермерства. На это в госбюджете предусмотрят миллиард гривен. Ожидают от проекта тоже немало. За три года это должно дать пятикратное увеличение количества рабочих мест в селах и подъем производства. Мы планируем сосредоточиться на дотовании тваринства, садовства, виноградовства и переробки сельскохозяйственной продукции, чтобы создать доданную вартость. Также будет финансироваться с дешевлением кредитов и агрострахования. Мы будем решить проблему дотования тех фермеров, которые только начали свою деятельность и, в принципе, до банка они обратиться не могут. Говорили сегодня министры и о судьбе одесского припортового. Утвердили финплан завода на этот год. Премьер подчеркнул, ОПЗ наконец-то должны приватизировать. Эффективно проводить подготовку к приватизационным процессам, а не так, как это было сделано дважды. Я давал свою оценку и считаю, что вдважды фонд Держмайна завели нас в глухой кут. Мы планируем начать третьего приватизации одесского припортового завода на конец поточного года. Утвердил Кабмин и финплан Укрзалезницы. Он, в частности, предусматривает повышение расстанок на грузоперевозки почти на четверть уже с 1 октября. А вот билеты для пассажиров не подорожают, по крайней мере, до конца года. Анна Каменева, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Анна Каменева, Владимир Самченко.